При въезде в Камрад сотрудники дорожного инспектората остановили микроавтобус, в котором житель Гагаузии без необходимых документов вез срубленные дрова. Транспортное средство полиция отправила на штрафтаянку. Сотрудники правоохранительных органов лесного хозяйства и экологического агентства выясняют обстоятельства произошедшего. Им предстоит определить, где были срублены деревья, какой породы и оценить сумму ущерба, отметил участковый села Кирсово Степан Татар. За последние несколько дней, уже несколько случаев незаконной рубки, не успеваем, нет возможности находиться совместно с лесниками. Да, делаем совместные рейды, но эти уже умедряются. Есть две бригады в селе Кирсово, которые в дневное время идут и занимаются незаконной рубкой, после привозят куда-то в отстой, грузят вот такие машины, очередной случай был поздно, вчера задержан. Специалисты практически еженедельно выявляют по одному случаю незаконной вырубки деревьев. Благодаря их четким оперативным действиям они задержали данный автомобиль. И, к сожалению, этот автомобиль, он третья единица одного владельца, которых я в интересах следствия не могу называть, которые еще два автомобиля находятся тоже закрытые полицией до окончания следствия и привлечения к ответственности. Алексей Куликов надеется, что органы прокуратуры, в том числе полиция, возьмут данный случай на контроль. Он отметил, что для восстановления уничтоженного участка леса пройдет не менее 20 лет. Директор лесного хозяйства призвал людей быть более ответственными к природе, не пасти скот в лесных массивах и не вырубать лес. Обидно то, что государство проводит, находит гранты, находит в это нелегкое время, пытается восстановить, и проекты работают по стране. И вы сами знаете, какая тяжелая ситуация у нас на юге, а вот такими безответственными действиями, эти, как вы их назвали, черные лесорубы, все вот это перечеркивают и уничтожают. То есть люди живут одноразово, а что дальше будет и как их не интересует, потому что это то же самое в свое время потрачены были государством деньги. Это воровство, которое должно быть пресечено. Какова сумма ущерба именно по этому случаю пока неизвестно. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, после выяснения всех обстоятельств произошедшего, виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. И согласно статье 122 части 1 кодекса о правонарушениях Республики Молдова, это влечет наложение штрафа на физических лиц от 2,5 тысяч до 5 тысяч лев и на юридических от 10 до 20 тысяч лев. Отдельно будет взыскан ущерб за незаконную рубку после его подсчета. Динаида Канцер, Вячеслав КСА, ГРТ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова